Строительство наплавного моста в Кирово-Чепецке почти завершено. Он соединит город и его заречную часть, в частности микрорайон Коренторф. Но прежде чем завершить строительство и принять путепровод, его испытали на прочность. За происходящим следила Вергина Матевасян. Испытание моста на прочность грузовым транспортом – обязательная процедура перед вводом объекта в эксплуатацию. Всю ее фиксирует геодезическая съемка продольных и оперечных профилей, проезжей части моста и специальные датчики. Устанавливаем прогибомеры. В каждом пролете всего тут три пролета по 12 метров. Устанавливаем один прогибомер на крайнюю балку и на вторую крайнюю балку еще один прогибомер. Кроме прочего, устанавливаем тензодатчики, которые будут показывать напряжение, возникающее в балках. Тензодатчики ставим на низу плиты проезжей части и в нижней части ребра балки. Роман Рагулин – один из тех водителей, чья машина будет испытывать эстакадную часть переправы. Обывателю со стороны кажется, что шофером поставили сложную, в чем-то даже экстремальную задачу. Не просто проехать по мосту груженным, но и заехать за крайние ограждения, чего при повседневной эксплуатации быть не может. Необходимую даже сверхнагрузку обеспечили два груженных КАМАЗа по 22 тонны каждый, при том, что пропускная способность моста – 40 тонн. Машины выезжают и становятся рядом, хотя мост рассчитан на одну полосу движения. Хруст деревянных балок, выполняющих роль ограждения, слышится сразу, но процедура впечатляет неискушенного зрителя. А установленные специальные датчики для замеров параметров конструкции при подвижной нагрузке показали, что мост хорошо справляется с большим тоннажем. Экспертам понадобится несколько недель, чтобы сделать официальное заключение. Если оно будет положительным, то строители продолжат работы по наведению наплавного моста. Испытание на прочность может и удовлетворило собравшихся, но говорить о том, что наплавной мост не вызывает никаких сомнений, сказать нельзя. В первую очередь из-за того, что явно видна недоработка – высота эстакадной части, которая затрудняет движение маломерных судов. Кроме того, заказчика – это администрация города Кирово-Чепецка – хочет увидеть, как разбираются наплавные понтоны, которые предстоит распускать при каждом паводке. Надеюсь, покажут, как его разводить, как все делать, чтобы было потом понятно и эксплуатирующая организация, которая будет эксплуатировать, как все это делать, чтобы ни у кого не возникало вопросов. Дело новое, это всегда такое бывает. Тем временем до сдачи наплавного моста остается ровно месяц. 30 дней у фирмы-подрядчика на то, чтобы развеять все сомнения заказчика, завершить строительство и дать гарантию того, что этот мост отвечает всем требованиям безопасности. Вергина Мативосян, Игорь Охотников, Вести, Кировская область.